Такую тренировку можно себе позволить лишь по окончании сезона. Вместе с юностью бронзовым призером чемпионата страны по баскетболу среди клубов высшей лиги на площадке «Дети» – преданные болельщики пензенской команды. Александра Храмкина посетила почти все домашние игры, участвовала в конкурсе на лучший плакат и теперь на паркете вместе со своими кумирами. Я очень люблю баскетбол и рада, что я буду с такими мастерами спорта играть. Бронзовый сезон складывался для юности неровно. Лидерство на старте сменилось чередой поражений на заключительном отрезке в полуфинале. Жребий свел пензенский клуб с сильнейшей командой регулярки Владимирскими львицами. Поражение по сумме двух встреч и серия за третье место с победителями прошлого чемпионата дублем Красноярского Енисея уже в начале решающего матча отставания в 19 очков. Соперник поверил, что у юности не осталось сил. А зря. Может быть, болельщики, кто смотрел со стороны, действительно уже переживали, что мы не сможем догнать, но в команде никто так не думал, потому что мы знали, что мы можем немножечко там проигрывать, но мы можем выйти, и всегда есть возможность, всегда есть шанс. И каждая знала, ну я девочкам напоминала, что всегда есть возможность, нужно играть до самого конца. В итоге юность выровняла игру и перевела матч в овертайм. Дубль Енисея выиграл домашнюю встречу, но уступил по сумме двух с разницей в одну очко. Пензенская команда стала бронзовым призером чемпионата. Большинство игр, может, так складывали, что мы всегда практически отпускаем соперника на энное количество очков. Вот такая у нас как бы своеобразная, такие вот черты. Это плохо, над этим нужно работать, то есть, чтобы начинать играть с самого начала. Ну, всего рода такой характер командный в этом году, что, наверное, где-то нам легче сложности преодолевать. Лучше выиграть бронзу, чем проиграть в финале северо, завоевать. Но в любом случае сезон закончился на победной ноте. И такой боевой победной ноте это уже как бы что-то значит, это вообще хорошо. Впереди у юности заслуженный отдых с мыслями о старте нового сезона. Субтитры создавал DimaTorzok